Спортивное ориентирование на колесах. Парк Победы в минувшую субботу стал стадионом для инвалидов-колясочников. За непривычным пока соревнованиями наблюдала Полина Федюк. Компас в одной руке, карта в другой. И можно выходить на старт в соревнованиях по спортивному ориентированию. Спортсмены – люди необычные. Все они в определенной мере ограничены в свободе передвижений. Но спешить на маршруте никуда не нужно. В спортивном ориентировании главное – не быстрота. Главное – точно выбрать направление пути. Вера Топикова на прошлых соревнованиях к финишу пришла последней, а стала абсолютным победителем. У нас первый раз проводились прошлые соревнования. Правда, они были не здесь, а в городском парке. Там, конечно, попроще. Во-первых, он мне знаком. Я там бываю почти каждые выходные. А здесь как-то пореже, и здесь территория больше. Но, в принципе, здесь даже, наверное, будет интереснее. Преодолеть высокие ворзюры Парка Победы участники не всегда могут самостоятельно. Высота в 10 сантиметров для колясочника – настоящее испытание. Поэтому каждому из них на маршруте помогают волонтеры. Вот старт был дан. Вот это музей. Вот так по карте определишься. Вот тропинки. И вот точка принятия решений. То есть первый контрольный пункт. И вот первый из участников уже на финишной прямой. Я первая приехала из-за... Мне помогал волонтер. То есть он очень быстро бежал. Он очень приобрел препятствия быстро. Вот. Ну и, в принципе, ничего такого сложного нет. Юлия Митрофанова финишировала четвертый. Но надежды на победу не теряет. В выбранном маршруте участница полностью уверена. Участвую не впервые. Ну, нравится. Всем нравится. На подобных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями недоступное становится доступным. А это неотъемлемая составляющая социальной адаптации. Программа «Доступная среда» в области действует с начала этого года. Ее главная цель в том, чтобы эти люди почувствовали себя полноправными членами общества. Процесс социальной адаптации – это достаточно многогранный процесс. Он включает в себя как физическую доступность людей в различные здания и так далее. Помимо этого, значит, существует масса организаций, которые ставят перед собой задачу непосредственно заниматься проблемами инвалидов. В этих соревнованиях первое место занимает Юлия Митрофанова. Проигравших среди участников нет. Для каждого из присутствующих радость уже в том, что этот осенний день они не провели в одиночестве дома. Полина Федюк, Евгений Крылов, Алла Хурунова, Вести, Саратов.